Наша сегодняшняя первая лекция посвящена феминизму, и название такое «Вчера и сегодня». Я не ставила перед собой задачу рассказать вам именно о феминизме, о всех трёх волнах в подробностях, а скорее показать, как изменился феминизм. Меня зовут Дарья, я студентка 5-го курса факультета истории, философии и права Омского государственного педагогического университета. Немножко посветлее станет. Это очень яркий и показательный пример, как феминизм воспринимался в XIX веке, когда он ещё являлся суфражизмом и направлением борьбы за женские права. И на сегодняшний день, вот вы видите женщину, девушку с плакатом «Вари больше себе сам». То есть, как изменялось положение феминистки в обществе, и как вообще развивалось, изменялось, деформировалось движение феминизма. Вот, в принципе, о чём мы с вами в ближайшие 30 минут будем разговаривать. Вот. И для начала хотелось бы сказать совсем недавно, я наткнулась на такую новость на просторах контакта, о том, что Эмма Уотсон, как вы знаете, наверняка слышали, она является феминисткой, она это не отрицает, она поддерживает, выступает в этих движениях. И недавно её обвинили в откровенной фотосессии. И то, что она предала идеалу феминизма. На что она ответила, что суть феминизма в том, чтобы дать женщине возможность выбора. Феминизм — это не палка для битья, феминизм — это свобода, освобождение и равенство. То есть, это вся суть сегодняшней лекции о том, что феминизм, к сожалению, на сегодняшний день является чем-то негативным. Многие люди, сегодня можно услышать такую фразу от многих людей, феминизм — это плохо, быть феминисткой — это плохо. Давайте будем разбираться, почему. Вообще феминизм представляет собой в основном два движения. Это политическое движение, в первую очередь, это борьба за политические права свободы, право собственности, право брать развод и так далее. И второе направление — это интеллектуальное движение, даже можно сказать, движение философии, социологии, где уже разделяется на множество подразделений различных направлений. И если говорить о широте, то именно философское направление является более широким направлением в феминизме. Вообще за всю свою историю феминизм пережил три волны. Первая волна — это 19-20 век, вторая волна — это 60-80 года 20 века, и третья волна — это 90-е года и по сегодняшний день. Первая волна западного феминизма — это суфражизм, который зародился в 19-20 веках. Основная задача на тот момент была добиться политических прав. Но на сегодняшний день мы, наверное, не задумываемся о том, что женщины до середины 20 века не имели права голоса. То есть, ну и говорить о том, что были женщины в политике, естественно, мы не можем. Но благодаря женщинам-суфражисткам, которые появились в 19-20 веке, на сегодняшний день мы имеем право голоса. Вторая волна западного феминизма проходила под лозунгом «Женщина не рождается, ею становится». И основная задача была этого феминизма — раскрыть те проблемы, которые кроются внутри семьи. То есть, если проблемы, которые были на поверхности, были решены первой волной, то есть, это равноправие в политических, каких-то экономических вопросах, то вторая волна боролась за раскрытие повседневных проблем, которые стираются, порой мы их не замечаем. Это период как раз после Второй мировой войны. Во время Второй мировой войны многие женщины встали на рабочие места мужчин, как вы наверняка все знаете об этом, и получили какое-то экономическое равноправие с мужчинами. И тут, после войны, их снова отодвигают назад, на Второй план. Как раз в этот период появляется книга «Второй пол», которая является, грубо говоря, неофициальной библией феминисток, в которой раскрывается суть второй волны феминизма. Здесь также говорится о некой... Знаете, американская мечта, но также это, думаю, во всем мире это актуально, это иметь мужа, двое детей, машина, загородный дом и стабильная работа. Но при этом не было никакой возможности реализовывать себя как личность. И каждый раз, когда женщина пыталась стать политиком или реализовать себя как спортсменка, ее отталкивали и говорили, что она пытается уподобиться, ну, грубо говоря, самцу-мужчине. То есть, ну, женщина являлась вторым полом. И также один из лозунгов Второй волны — равные права — это неравные возможности. И вот третья волна — это 90-е и сегодняшний день. Как видите, равенство не означает справедливость. Это когда начинаешь искать информацию о феминизме, очень много интересных картинок, мемов в интернете. И когда ты ищешь информацию, всегда нужно принимать сторону критического мышления. Так как, допустим, даже я столкнулась с такой проблемой, я читала статью о том, как зарождался феминизм при подготовке к лекции, и натолкнулась на такую проблему. Я читала двух авторов. Один автор — женщина, один автор — мужчина. Просто женщина описывает все с точки зрения историзма, ну, грубо говоря, в хронологической, событийном порядке. А мужчина в достаточно грубой форме говорит о том, что феминизм — это придумали мужчины. Феминистки — это вообще направление, которое нужно было для создания каких-то социальных потрясений. На сегодняшний день они нам абсолютно не нужны. То есть, когда вникаешь в суть феминизма, нужно быть очень аккуратным и всегда сравнивать несколько источников, подходов, потому что вообще это очень достаточно противоречивое явление. И на сегодняшний день вот третья волна феминизма, казалось бы, уже у нас есть политические права, какие-то экономические права, чего же нам добиваться. Но, как оказывается, есть много чего. Допустим, феминистки третьей волны, они выступают за искоренение насилия, в том числе и в семье, абсолютного экономического равенства. Девиз третьей волны звучит так. Если он работает на такой же работе, как и ты, спроси, сколько он получает. Так как до сих пор на сегодняшний день во многих организациях, компаниях женщины и мужчины, занимающие одинаковые должности, получают различную заработную плату. И это как бы никак не акцентируется и не защищаются женские права. Если говорить о феминизме третьей волны, то одно из основных направлений — это интерсекциональность. На сегодняшний день это направление, которое включает в себя и феминизм, расизм, сексизм. И суть этого направления в том, что одно ведет за собой другое. То есть, если искоренять какую-то форму угнетения, то нужно искоренять все в комплексе. Ну и вот еще несколько интересных картинок. Вот родила Клуша, не родила эгоистка. И о том, как понимает феминизм, то что феминизм — это не преобладание женщинами, мужчинами, не борьба за это, а борьба за равенство. Также вот небольшой комикс. Какого черта феминистки обвиняют мужчин уже на ненавистничестве? То есть на сегодняшний день, ну, действительно, можно часто услышать фразу «ты феминистка» как ругательство. Но на самом деле это не так. Феминистка, скорее, это не ярый борец за свои права. Это не... Знаете, вот, я знаю, как сказать, объяснить. На сегодняшний день образ феминистки наверняка в головах многих присутствующих — это сильная независимая с 12 годами, и она будет одна до тех пор, пока ей не станет тяжело. Но на самом деле это не так. То есть феминистка — это не обязательно одинокая, это не обязательно работающая от заката до рассвета, и это не обязательно женщина, которая заставляет своего мужчину варить борщ на кухне. Ну, то есть я не могу сказать, что я являюсь яро-феминисткой или феминисткой в том плане, в том представлении, которое наверняка есть в головах многих присутствующих. Цель феминизма 21 века — это скорее восстановление репутации феминизма. То есть если мы берем XIX век, борьбу за политические права, за экономическое равенство, на тот момент суфражистка и феминистка — это звучало достаточно гордо. Они собирались в общество, они проводили какие-то мероприятия между собой, в 60-е годы феминизм — это становится уже образ феминистки, это такая активная женщина, идущая в ногу со временем. Но, к сожалению, этот образ очень сильно исказился, и на сегодняшний день, ну, как я уже сказала, это сильно независимо. Также зачастую феминизм, он сталкивается с проблемой квир-сообществ, то есть это не традиционная ориентация. Точно так же не обязательно все феминистки-лесбиянки, и не обязательно все лесбиянки-феминистки. То есть тут тоже нужно проводить грань, которая, на первый взгляд, она незаметна, но она есть, она существует, и она всегда будет. И еще вот хотелось бы сказать о таком моменте, ну, сегодня вот про феминизм говорим, и также наравне с этим существует движение, которое зародилось в Англии, движение за права мужчин. Ну, я не знаю, многие слышали об этом или нет, мужчины выступают за то, что они так же, как и женщины, имеют определенные права, и женщины в борьбе за свои права зачастую как бы принижают их достоинства. Допустим, вот, для низкорослых мужчин не бывает каблуков, для некрасивых макияжа глупый не может оправдаться тем, что он блондин. Мы не обязаны поддерживать дверь, носить сумки и уступать место. То есть, выступают встречными лозунгами, если вы стремитесь добиваться равноправия и равенства, так давайте добиваться его во всем. Это как ответная реакция на феминизм. И также особенностью третьей волны феминизма на сегодняшний день является, ну, не борьба, скорее ответная реакция на диктующий для нас стиль образ женщины современной. То есть, глянцевый журнал зачастую диктует нам определенный образ. Это женщина с шикарными волосами, с определенной фигурой 90-60-90, и, то есть, на завтрак сельдерей, на ужин морковка, грубо говоря, чтобы соответствовать этому. Но суть феминизма как раз 21 века, одна из задач, это опровергать это, добиваться того, что женщина — это индивид, индивидуальность и личность в первую очередь. И мы не обязаны следовать какому-то определенному стилю, определенному диктуемому обществу. Также в последние годы проходят исследования того, о том, что как и мужчины, как и женщины, их не нужно сглаживать в одну группу. То есть, если женщины, то их нельзя преподносить как одну группу и характеризовать их одинаково. Женщины бывают разные. Также вот в Америке существует проблема того, что женщины среднего класса, работающие на высокоплачиваемой работе, белые, гетеросексуальные, они унижают и принижают права женщин других. То есть, существует также проблема, которая должна быть решена со временем. И это является одной из задач, повторяюсь. Ну вот, наверное, из теории всё.